Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу за то, что мы проснулись, за то, что каждый день для нас возможность открыть глаза и пробудиться своим сердцем, своим сознанием для активной жизни, для активной позиции, для того, чтобы нам совершать дела, которые нам предназначил Бог от начала нашего бытия, даже до того, как мы появились на земле. Господь видел весь путь человечества. От самого старта, от Адама с Евой, Он видел до финиша человечества на земле. И мы с вами были включены в этот список, как вы уже понимаете, раз мы живем на ней. Живем, и у каждого есть предназначение, призвание. О нас Бог мечтал, нас Он ожидал, потому что знал, в какое время будем жить, поэтому Он готовил и генетически платформу для тех, кто может прожить это время с победой. И да поможет нам Господь число победителей умножить, не только в своей жизни, в своем окружении, но и тех людей, кого, может быть, никогда не видели, не знали. Но если есть возможность через волны эфира повлиять на чей-то выбор, на чье-то сердце, на чье-то помышление, чтобы привести в здравый смысл, то да поможет Господь это сделать. Потому что на самом деле мы даны друг другу, и поэтому если мы начинаем Бога слышать друг в друге, то это меняет прежде всего нас и наши судьбы, делает более эффективными и результативными. И поэтому моя мечта, чтобы исполнить волю Божью до конца для нашей земли, для нашей страны, для жителей этой страны и не только, но для всего русскоязычного населения. И сегодня процент русскоязычных достаточно большой. И не так просто этот язык под ударами, потому что сегодня есть предназначение у русского языка нести благую весть в эти последние дни. Поэтому я хочу благословлять и себя, и вас пониманием, что у нас есть возможность, раз вы оказались свидетелями и этого слова, быть в контакте с Богом и друг с другом, чтобы прочитать еще один стих, уже 20-й, 72-го псалма. «Как сновидение по пробуждению, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Я думаю, что каждый раз, когда мы просыпаемся, у нас есть какое-то направление для движения, и есть мечта, к которой мы шли, идем постепенно, поэтапно. И вот тогда, когда человек просыпается и вдруг понимает, у него уже ничего нет, и все мечты погибли, это очень катастрофически выглядит. И для того, чтобы нам не оказываться в такой позиции, надо понимать, что скользкие пути, они не для нас. И жить в беспечности, говорить, а слышат ли, а ведает ли Господь, друзья, и слышит, и ведает, знает, и видит. Поэтому лучше все с ним решать на этой земле. Лучше задавать ему вопросы. Даже если ты ответ не получил сразу, задавай вопросы. Они будут как ответами тебя настигать. Ты будешь понимать эти ответы не сразу, но все равно ты их будешь узнавать. Не всегда ответы мы получаем так, как по-человечески. Разговариваем, задаем вопросы, сразу получаем ответ. Иногда это может возникать во сне. Иногда это может возникать просто во внутренних мироощущениях, что это нельзя, это опасно, не надо делать. Либо напоминание того, что вот с этим разберись сейчас, не иди с этим в будущий день или в эту ночь и так далее. То есть быть внимательными к своему внутреннему миру, что там происходит. Бог разговаривает с каждым из нас. Но не все мы его понимаем и слышим, потому что, кажется, это все у меня, это все я воспроизвожу. Но почему раньше ты не производил эти же самые мысли? Раньше ты шел беспечно, а вдруг сейчас какая-то остановка? Сейчас какие-то сигналы тебе поступают изнутри. Не надо, остановись. Да потому что до этого ты позвал Бога и сказал, Господи, сохрани меня или защити на опасных дорогах. И стали проявляться эти сигналы. Поэтому чем чаще и больше мы это делаем, тем более в защите мы находимся. Поэтому я каждого из вас благословляю. Не просто задаваться вопросом, а как я смогу услышать Бога. Просто задавай Ему вопросы. Задавай и прислушивайся к своему внутреннему миру. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты готов слышать вопросы от Твоих детей. Потому что Ты наш Отец. Потому что Ты творец. Потому что Ты совершенный в даяниях и щедрый в них. Я благодарю Тебя, что через Иисуса Христа мы имеем доступ в освятилище. И к нам пришел этот открытый доступ, потому что Ты о нас помечтал. Прежде чем мы родились на эту землю, Ты уже видел наш финиш. Что мы на этом финише человечества родимся. Будем ходить по этой земле. Будем творить волю Твою. Я очень благодарна Тебе, что мы сегодня можем это делать. Исполнять то, к чему Ты нас призвал. Поэтому пусть благодатью Твоей укрепляются наши души, сердца. Пусть милость Твоя будет превозноситься над судом. А мы будем радостью радоваться о Господе и укрепляться в нашем Боге на Твоем корне, чтобы питание получать вовремя. Да будет так во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»